Капитан Он разорвал корабль, и все основные системы вышли из строя. Я делаю все возможное, чтобы справиться с этим, но, боюсь, у нас очень мало времени. Если там есть кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Единственный свет в кабине – радужный свет лампочек системы оповещения. Они сообщают вам, что корабль вот-вот затянет в черную дыру. Кислород на исходе, стабильная внутренняя гравитация ушла, и если вы не сможете починить корабль, вы будете втянуты в сингулярность и растянуты в вечности. Вы не знаете наверняка, достигло ли ваше сообщение о помощи чьих-либо ушей, кто смог бы вам помочь. Ваша жизнь находится в ваших руках. Решительно настроившись, вы толкаете себя в темное тело корабля. Это ваш последний шанс. Люкс аэтерна Люкс аэтерна Так называется сегодняшняя игра. Это выражение латинское. Люкс аэтерна означает вечный свет. И в этой игре, как вы уже успели догадаться, космический корабль терпит бедствие. Его затягивают в черную дыру. У вас вышли из строя некоторые системы корабля. Если вы не успеете их починить вовремя, то вы проиграете, успеете. Значит вы играете. В общем, обычные космические будни обычного космического путешественника. Эта игра рассчитана для одного игрока. И занимает 15 минут. Даже может быть меньше. В зависимости от того, на какое время вы выставите таймер. Эта игра использует таймер. И давайте я вам расскажу, как в нее играть. Итак, космический корабль нас затягивает в черную дыру. Вот наши системы, которые вышли из строя. В начале игры каждую систему мы... То есть там есть разные варианты для реиграбильности. Мы выбираем из каждой системы по одной карте, с которой мы будем продолжать играть. Это у нас навигационная система. Это система жизнеобеспечения. Дальше выбираем одну карту из компьютерной системы. Тут написано память, да, мемори. Двигатель. Двигатели. Выбираем случайным образом одну карту здесь. Дальше энергетическая система. Всех карт по 6 штук. То есть, что позволяет добиться дополнительной реиграбельности. Ну и связь, да, коммуникации. Вот такое их боковое расположение этих карт означает, что они находятся в системе неисправным. Когда мы их починим, мы их перевернем вот так. И сможем использовать какую-то положительную сторону этой карты. Если мы починить не сможем, и эта система сломается окончательно, то мы повернем ее вот так, и что-то плохое произойдет для нас. Ну а пока все системы находятся вот в таком неисправном состоянии, но можно починить. И вот эти вот кубики, обычные шестигранные кубики от 1 до 6, показывают состояние этой системы. То есть, если система находится в значении от 1 до 6, то она ремонтируется. Чем ближе к шестерке, тем ближе она к исправному состоянию, тем ближе к единице, тем ближе к полной поломке. Наша задача эти системы привести в состояние больше 6. То есть, как только это значение, допустим, вот здесь значение кубика превысит 6, то это будет полностью рабочая система, и она уже до конца игры будет починена. Наша задача в этой игре – починить 3 системы, либо сделать так, чтобы мы вышли до того, как кончится вот эта колода событий. Карты событий с совершенно замечательными иллюстрациями. Вот эти карты мы будем по очереди доставать, какие-то действия тут совершать. Если эта колода кончится, и мы выживаем при этом, то мы выиграем. Что значит выживем? Вот у нас тут есть трек. Трек затягивания нас в черную дыру. Мы начинаем вот отсюда. Здесь написано «Старт». В принципе, можно сделать свою жизнь полегче и начать где-нибудь пораньше. Но мы будем начинать вот с этой клетки, где написано «Старт», так как нам рекомендуется в правилах. Мы, кстати, можем себе усложнить жизнь, начать откуда-нибудь отсюда. За это мы в конце получим больше очков. Но пока очки нас не интересуют, это если мы долго уже будем в эту игру играть, и будем уже соревноваться друг с другом, ставить какие-то рекорды, тогда уже будем думать о том, чтобы набрать больше очков. А пока мы начинаем там, где написано «Клетка старта». Если вдруг наш космический корабль, вот этот квадратик будет означать наше начальное положение, а вот этот конус означает нашу ракету. И если наша ракета окажется вот здесь, то мы проиграем. Значит, вот эта колода действий, про которую я уже сказал, а вот это карты, карты различных ошибок. Они называются «Гличес», то есть различные ошибки системы, которые будут нам в колоде попадаться. Вот тут такая карточка есть, которую говорят отложить в сторону, пока она может появиться там в определенный момент. А вот эти все карточки, остальные карточки ошибок, мы размешиваем, перемешиваем, и случайным образом оставляем себе из этих шести карточек только четыре. Вот эти четыре карточки мы должны замешать в свою колоду. Но чтобы сделать, ну в правилах так написано, чтобы эти ошибки не полезли прямо сразу в начале игры, мы должны эту колоду мысленно разделить на четыре части. И вот, грубо говоря, четвертую часть этой колоды мы должны отложить, а вот в оставшиеся три четвертых колоды эти карточки ошибок мы замешаем. Ну и тем самым обезопасим себя, что эти ошибки не появятся у нас в самом начале. Как видите, рубашки у этих карт отличаются цветом, то есть теоретически заранее мы будем видеть, что нас впереди ждут вот такие вот неприятности, ошибки, и теоретически сможем к ним подготовиться. Вот таким образом формируется колода. По идее, уже все готово к игре. Игра делится на определенные фазы. Вначале мы берем, открываем четыре карты. Давайте я попробую, возьму вот эту вот часть верхнюю. Открываются четыре карты. И из этих четырех карт мы должны выбрать, что из этих четырех карт у нас отправится на действие, вернее на событие, что из этого отправится на действие, какая карта отправится на скорость, и какая карта отправится в резерв. Что значит, ну то есть и вот каждая карта, они в принципе, у них у всех такие действия есть. Вот это означает событие. Если здесь у нас синяя двоечка, ну то есть двоечка и вот этот вот синий такой цвет, это означает, что наша система, синяя навигационная система, будет испорчена еще на две единицы. По сути дела, в данной ситуации для нас это будет означать, что практически навигационная система выйдет из строя, и мы вынуждены будем ее вот так перевернуть, и до конца игры эта система уже для нас будет недоступна. И мы выбираем, какую из этих карт мы вот сюда отправим. То есть в данном случае логично было бы отправить вот эту карту, потому что здесь написано 0, никакой системе вреда не будет принесено. Дальше. Действие. Действие это то, что написано вот здесь. Но в данном случае нам предлагают, либо мы на 2, на 2 единицы отойдем подальше от черной дыры, либо один наш кубик увеличим на единичку, любой. То есть мы можем, если мы применим это действие, то мы либо отойдем на 2 единицы назад от черной дыры, либо любой кубик, допустим вот розовый, исправим на единичку вверх. Дальше. Вот эта скорость. Скорость означает, насколько мы ближе придвинемся к звезде, к черной дыре вернее. И кладется эта карта таким образом. И вот этот значок означает, что мы в конце этого раунда на единичку вверх приблизимся. А эту карту мы можем отправить в резерв. И вот это вот фаза, когда мы назначаем карты на события, действия, это события, действия, скорость и резерв. После этого наступает фаза, когда мы эти действия выполняем. В данном случае ничего не происходит. В данном случае мы прибавляем единичку. В данном случае мы на одну единицу приближаемся к звезде. Это у нас остается здесь. Дальше мы сбрасываем события, действия и скорость. И заканчивается раунд. Начинается следующий. То есть эти карты мы отправляем куда-то в сброс. Достаем очередные 4 карты. И все повторяется заново. То есть по сути дела, начиная со второго раунда, нам уже будут доступны не 4 карты, а 5. Потому что та карта, которая находится в резерве, ее тоже можно использовать как что угодно. Как там события, как действия, как скорость. Или снова оставить ее в резерве. Или отправить ее в сброс. А какую-то из этих карт поместить в резерв. То есть по сути дела у нас 5 карт, начиная со второго раунда. И игра продолжается вот так вот до тех пор, пока у вас не заканчивается колода. Если у вас 4 системы выйдут из строя, вы проиграете. Если у вас корабль затянут в черную дыру, вы проиграете. Или если у вас закончится таймер. Таймер мы запускаем где-нибудь какой-нибудь внешний таймер. То есть я вот использую на YouTube бесплатные таймеры есть. Можно просто на телефоне где-нибудь это запустить. Ну обычный таймер на 15 минут. Можно не на 15 минут, можно минут на 10 себе запустить, чтобы усложнить жизнь. Сейчас я карты перемешаю. Так. Вот еще. Все. Давайте вернем этот кубик на место. На двоечку. Вот в принципе и все. Здесь есть определенный список действий, которые может попасться вам на картах. Но я это лучше расскажу уже в процессе игры. Давайте прямо сейчас сыграем. Я продемонстрирую, как это работает. И посмотрим, смогу я выиграть или нет. Итак, начинаем. Мы берем 4 карты и выбираем, что из этого, куда мы отправим. Логично будет одну из этих карт отправить на скорость. Да, мы начинаем здесь. Ну давайте. Вот эта карточка позволяет на кубик на другую сторону перевернуть. Давайте его используем как действие. Вот эту мы карточку отправим на события. Вот это на скорость. Ну и вот это отправим в резерв. Теперь здесь у нас система портится на единичку. Здесь у нас мы меняем любой кубик на обратную его сторону. Но нельзя менять единицу на шестерку. Ну допустим поменяем вот эту двойку на пятерку. И здесь мы на единицу приближаемся к звезде. На этом раунд закончен. Эти карты мы отправляем в сброс. Сюда. Так, открываем еще 4 карты. Второй раунд. Так, здесь у нас ничего не происходит. Это неплохо. Давайте это сделаем. Так, дальше. Плюс 1 кубику тоже хорошо. Так, здесь на 4 можно отодвинуться от звезды. Здесь тоже на единицу кубика. Но здесь мы сильно приближаемся. Давайте вот так вот мы сделаем. Мы вот так сделаем. Потому что здесь мы на единичку всего приближаемся. Ну и здесь вот такое действие. Все. Это тут отправляем в сброс. Теперь делаем. Здесь ничего не происходит. Здесь мы на единичку увеличиваем. Давайте серую увеличим. Ну уже шестерка. Здесь у нас мы на 1 приближаемся к звезде. Все. Раунд закончен. Отправляем все в сброс. Открываем следующие 4 карты. Очень сложно играть в игры с таймером и комментировать их параллельно. Так. Здесь у нас все приближается довольно сильно. Зато здесь кубик нажна на 2+. Но мне это не очень-то нужно. Давайте вот так. Вот это шикарное действие. Перевернуть кубик вообще на другую сторону. То есть мы любой кубик можем. Даже единичку можем перевернуть на шестерку. Прекрасно. Ну и допустим синяя у нас система на 1 уменьшится. Уменьшаем ее до единицы. Здесь у нас переворачивается кубик на другую сторону. Либо эту, либо эту. Что у нас тут? Можно почитать заранее, конечно, что будет хорошего. Давайте вот этот. Вот этот мы перевернем и станет у нас шестеркой. Ну и здесь мы на единицу вперед, ближе к черной дыре. Отправляем в сброс карты. Берем очередные 4 карты. Не так часто я не так много успел в эту игру поиграть. Ну так несколько партий сыграл. Так, здесь вот эта скорость хорошая мне нравится. Давайте ее оставим. Что-нибудь на плюс 1 у нас есть. Здесь можно перебросить кубик. Вот здесь можно. Давайте вот этот сюда отправим на плюс 1. Так, дальше розовый сломается. Если что, серенький. Жалко, серенький. Так, ладно, давайте сделаем вот так. Пусть ломается розовая система. Нет, не хочу, не хочу. Ладно, серый. Вот этот мы отправим вот сюда. В резерв. Действуем. Значит, серый уменьшается до пятерки. Здесь у нас одно действие на плюс 1. То есть синяя у нас работает теперь. Это можно сбросить. Теперь написано, что системы, которые находятся в... А, черт, это просто для подсчета очков. Ладно, ничего особенного. Так, здесь на 1 приближаемся к звезде. Жаль, я думал, это более ценное какое-то событие. А здесь просто плюс 1 для подсчета очков в конце игры. Ничего особенного. Так, открываем очередные 4 карты. 2, 3, 4. Здесь ничего не происходит. Это, конечно, классно. Но можно плюс 1 или минус 1 в любом кубике. Да, так себе. Пусть у нас ничего не портится зато. Так. Черт. Ну ладно, давайте вот это действие перебросить в кубик. И мы аж на 3 сейчас будем. Давайте вот это использовать в качестве приближения к звезде. А вот это отправим в резерв. Вот так. Так, здесь ничего не происходит. Хорошо. Здесь мы можем перебросить любой кубик. Ну давайте перебросим вот оранжевый. Троечка. Так, себе перебросил. Здесь на 2 вперед. 1, 2. Так, страшно. 5 минут уже прошло. Очередные карты. Я уже вижу, что впереди нас ждет какая-то ошибка. Так, здесь можно поменять местами 2 кубика. Ну так себе. Кстати, не совсем понимаю. Здесь то же самое. А здесь можно перевернуть кубик. Давайте его отправим в качестве действия. Так, вот это. А, вот это действие хорошее. Давайте вот это действие. Позволяет нам избавиться от ошибок впереди. Здесь мы, допустим, на 1 приблизимся к звезде. А что же нам? Все-таки ломать придется, да, систему? Нет, нет, нет. Давайте вот так вот мы сделаем. Здесь. На 1 к звезде. Вот так. Вот это я хочу отправить вот сюда. А вот это сброшу. Все. Значит, здесь на 2 уменьшается система. Здесь мы убираем карту с ошибкой первую, которую найдем. Отлично. Не будет нам ничего плохого происходить. Дальше. Здесь мы на единичку приближаемся к черной дыре. А это сбрасываем. 9 минут. 1, 2, 3, 4. Так. На 4 приблизиться к звезде я не хочу. Давайте вот так вот сделаем. Дальше. Здесь у нас желтую. Можно немножко, да, похуже сделать. Ладно, ничего страшного. Вот это мы отправим сюда в качестве действия. Перевнуть кубик на противоположную сторону. Ну и вот этот отправим в резерв. Этот сбросим. Так. Выполняем. Желтый уменьшается на 1. Здесь мы переворачиваем кубик на противоположную сторону. Но нельзя переворачивать единицы. Поэтому мы двойку перевернем. Зеленую. Дальше. Здесь у нас ничего не происходит. Все. Сбрасываем. 8 минут. 1, 2, 3, 4. Так. Здесь снова можно избавиться от ошибок. Здесь можно снова перевернуть кубик. Здесь перебросить кубик. Ну так себе, честно говоря, что-то. Ладно. Давайте вот это сюда. Синюю нельзя отправлять. Потому что здесь у нас ничего нет. Желтый. Ого. Нам придется сейчас чем-то пожертвовать. Так. Ладно. Давайте вот это мы сломаем. Систему. Вот здесь мы приблизимся на 2 вперед. Так себе. Ну ладно. Что-то не везет пока. Так. Здесь у нас ломается полностью система желтая. И что у нас? Мы не можем переворачивать кубики до конца игры. Вот это да. Ну ладно. Дальше. Ищем очередную ошибку. Избавляемся от нее. Неплохо. Ну и здесь мы на 2 вперед приближаемся к звезде. К черной дыре. Четыре карты. Семь минут осталось. Три. Четыре. Так. Здесь мы можем приблизиться на 1 к звезде и прибавить 1 на кубики. Здесь приблизиться на 2 к звезде и прибавить 2 на кубики. Давайте может быть вот это. Так. Здесь мы должны уменьшить на 1 что-то. Мы должны уменьшить на 1. Ай-яй-яй. Давайте сломаем розовую. Сюда отправим вот эту. И вот так. Это сбросим. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас портится розовая система. И мы увеличиваем число мест. На 1 вся наша скорость увеличивается. Окей. Здесь мы на 2 приближаемся к черной дыре. И плюс еще увеличим на 2 кубик. Давайте вот этот увеличиваем. То есть чиним полностью систему. Но никакого эффекта оно не дает, к сожалению. Так. Дальше. Здесь мы на 1 еще приближаемся вперед. Да. Все. А нет. Еще на 1 из-за вот этого эффекта. Черт. Я так проиграю сейчас. 5,5 минут осталось. А карт еще очень много. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Избавиться еще от одной ошибки. Здесь можно плюс 1 прибавить на кубики. Черт. Вот эту придется сюда. Так. Дальше. Что мы здесь? Прибавить 1 на кубики. Здесь скорость. А вот это можно перевернуть на другую сторону. Вот так. А это сюда. Это отправляем. Так. Здесь на 2 уменьшается. Так. Здесь мы переворачиваем на другую сторону. Это у нас шестерка. И здесь у нас скорость 1. Ой. Вот так вот. Да. 1. Но из-за вот этого эффекта на 2. Раз. Два. Плохо. Плохо. Так. Нужно убегать от этой черной дыры. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Ну что. Мы можем вот это действие использовать. Убежать немножко от черной дыры. Дальше. Что мы еще можем? Серый уменьшить на 1. Ну и приблизимся на 1. Вот так. Ну вот так еще. Все. Действуем. Здесь серый до единички упал. Здесь мы на 2 отходим назад. Раз. Два. Или починить систему. Давайте починим систему. Вот это. Что она нам дает? Игнорируем все гличи. Все ошибки игнорируем до конца игры. Отлично. Так. Ну и здесь на единицу приближаемся. Из-за этого эффекта еще на 1 приближаемся. Ого. Мы уже совсем около черной дыры. И я сейчас готовлюсь к проигрышу. Мне в общем-то. У меня починена раз. Два. Три. Система. Если я вот эту систему сейчас сломаю. То я выиграю в этой игре. Так. Надо подумать как мне ее сломать. А вот так я ее сломаю. Хопа. Я ее ломаю. И что еще я могу сделать? Какое действие? Не важно какое действие. Вот это действие. И типа я тут на 2 должен куда-то приблизиться. Но давайте делать по ходу. Итак. Значит здесь у нас ломается система. Она у нас ломается. Что-то происходит. Я должен первую карту... А. Первую карту, которую я тяну, обязан ее использовать как событие. Ну. По-моему уже не страшно. Давайте я поставлю на паузу. Прямо сейчас. И проверю правила. Потому что ситуация у меня такова. Что у меня раз, два, три системы исправлены. И три системы неисправны. В правилах написано, что вы выиграете в том случае, если у вас нет карт больше в колоде. Если у вас починено три или больше систем, в то время как другие системы сломались. То есть нет ни одной системы, которая находится в режиме починки. Ну и получается, что поскольку у меня три системы починены, и все остальные у меня вышли из строя. Игра на этом закончена. И я выиграл. То есть я успел починить три системы. Видимо этого достаточно для того, чтобы не попасть в черную дыру. Но как видите, я был прямо на пределе. Сегодня я на камеру, как назло, почему-то сложно очень пошло. Обычно я более успешен в этой игре. Но я чувствую, что может быть мне просто везло. Сегодня было напряженно. Но я надеюсь, вам понравилось. Значит, в конце игры мы можем посчитать, сколько очков мы заработали. Подсчет очков осуществляется таким образом. Мы считаем плюс один за каждую систему, которая находится еще в ремонте. Но таких у нас нет. Это если бы у нас колода закончилась, и еще мы что-то ремонтировали, то мы бы плюс один бы добавляли еще к очкам. Семь очков за каждую рабочую систему. Вот у нас три системы, которые работают. То есть 37, 21 очковые есть. Дальше мы прибавляем очки за нашу стартовую позицию. Здесь написано плюс 5. То есть 21 плюс 5 это 26. И мы теряем очки минус 10 очков, если у нас такая вот ошибка. Там мы на выбор выбираем себе, какую ошибку мы выбираем. Но вот если бы мы выбрали себе минус 10 очков, вот мы бы сейчас потеряли эти 10 очков. Ну а так получается, что у нас 21 плюс 5, 26 очков. Вот так. На днях тут я заработал 40 с чем-то очков, поэтому это не самый высокий результат. Но я выиграл, и это уже хорошо. Вот так, как видите, напряженная игра. Все игры с таймером, они обычно такие. Вам нужно торопиться, что-то делать. Я плюс еще на камеру здесь допустил такую ошибку, что, конечно, надо было заранее познакомиться с теми картами, которые вам попались. То есть некоторые вещи можно игнорировать. Например, вот это. Здесь написано, что системы, которые останутся в ремонте, в конце игры дадут вам плюс 2 очка, а не плюс 1. Но вот это, может быть, для меня было не так интересно, как какие-нибудь другие карты. Может быть, не стоило обратить внимание больше на розовую. Вот эта карта бы мне позволяла игнорировать скорость приближения к черной дыре на 1. То есть здесь бы я не приблизился. Вот это была классная вещь, кстати. А я не посмотрел заранее и слил ее. А ее стоило бы оставить. Вот. То есть здесь есть где развернуться. Вот эти вот все ошибки, я от них ловко избавился. Ну, а так, по правилам, если она вам попадает, то вы сразу должны сделать то, что на ней написано, и продолжать играть дальше. Например, здесь написано, что каждый кубик с наименшим значением на вашем игровом столе получает одно повреждение. Здесь каждый кубик с наименьшим значением получает одно повреждение. То есть, по сути дела, если у вас единичка где-нибудь лежала, то вот эта карта сломала бы вам систему сразу. Здесь вы на 4 клетки сразу перемещаете свой корабль к черной дыре. Если бы она мне вылезла, то я бы сразу проиграл. Ну, и здесь написано, что ваш вот этот вот резерв разрушен, и вы больше не можете отправлять карты в резерв до конца игры. Вообще это работает вот так. Вы карточку переворачиваете, и вот у вас тут написано, что все, в резерв вы уже не можете отправлять карты. Ну, и плюс еще вот эти вот все другие системы, которые дают, как я уже говорил, разнообразие этой игре. В общем, в эту игру можно играть долго. И не знаю, конечно, они на любителя, но мне кажется, что многим может зайти вот такой вот арт на картах. Мне кажется, он очень прикольный. Единственное, конечно, в процессе игры у вас совершенно нет никакого там времени и возможности эти все карты разглядывать. Теоретически в эту игру можно играть и в более расслабленном режиме, игнорировать этот таймер. Ваши шансы выиграть в эту игру значительно увеличатся, потому что вы сможете посидеть, подумать, куда какую карту отправить, картиночки рассмотреть. То есть, тоже, в принципе, имеет право на жизнь такой более медитативный способ игры. Хотя здесь, конечно, потеряется сразу львиная доля атмосферы, потому что, извините, вас в черную дыру затягивает, а вы тут картиночки рассматриваете. Ну, в общем, я не могу сказать, что прямо я в восторге от игры. Игра классная, но не какой-нибудь там шедевр. Во всем остальном мне очень понравилось и сделано хорошо, и арт хороший, и карты большие, хорошие, удобные. Поэтому вот так, если у вас будет возможность, присмотритесь к этой игре. Называется она Lux Aeterna. А на сегодня у меня все. Играйте в настольные игры, всего вам хорошего. Пока! Спасибо за просмотр видео на канале Пассианс Шоу. Подписывайтесь на канал Пассианс Шоу, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Еще больше Пассианс Шоу в социальных сетях, в Инстаграм и Твиттер. Играйте в настольные игры. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok